Здравствуйте, в эфире программа подробностей, подробно о сегодняшнем заседании Лизанской городской думы вместе с ее председателем, главой муниципального образования города Рязань Андреем Кашаевым. Андрей Анатольевич, здравствуйте еще раз. Здравствуйте, Игорь Иванович. Итак, главный наш сегодняшний вопрос – это, безусловно, бюджет, бюджет Рязани на 2015 год и плановые периоды 2016-2017 годов. Бюджет крайне напряженный, имеющий, скажем так, свои особенности, и вот об этих особенностях и об этом бюджете сегодня и поговорим. Ваша оценка того, что его сегодня приняли, ну тут понятно, приняли это хорошо, насколько вот это все-таки, этот бюджет сложный, тяжелый, но в то же время способный придать развитие городу? Действительно, бюджет непростой на 2015 год, но это бюджет, во-первых, реалий экономического положения, и не только в нашем городе, а и на высшем уровне, скажем так, и на более высоком уровне. Тем не менее, мы все, так сказать, и в России, и в субъектах, и на местах, на уровне местного самоправления, прекрасно понимаем, что, несмотря на мировые кризисы, нельзя опускать руки, надо очень правильно и четко развивать свои внутренние потенциалы, и на самом деле, иногда думая, что не делается, то все к лучшему. Почему? Потому что у России, у регионов, у нашего города появляется реальный шанс стимулировать внутреннее развитие, повышать уровень качества продукции, количество продукции, ассортимент продукции. То есть, внутренний товарооборот, он, безусловно, должен быть стимулирован какими-то особыми мерами. Но жизнь распорядилась так, что, действительно, на сегодняшний день бюджетные ассигнования, бюджетные расходы направлены на поддержание всех тех направлений, которые социальные, самое главное, которые мы поддерживали в течение многих лет и будем поддерживать, и для того, чтобы были стимулы развития промышленности, внутренней экономики, как в нашем городе, я думаю, что и на более верхних уровнях, в принципе, такая же философия. Самое главное, что бюджет, он, город Рязани, на 2015 год, он бездефицитный, практически бездефицитный. Разница профицита и дефицит составляет 80 миллионов рублей, то есть, такой цифры еще последние десятилетия не было. Тем не менее, мы понимаем, что при таком соотношении минимального дефицита бюджета, безусловно, с какими-то статьями расходов нужно будет либо сократить, либо распрощаться. Безусловно, администрация города, которая на рассмотрении депутатского корпуса направила бюджет, который прошел публичное слушание, в одиночку, в этой ситуации, я считаю, ей справиться будет очень тяжело. Здесь необходима серьезная работа, и как она и на сегодняшний день осуществляется, с правительством Рязанской области, потому что бюджетное ассигнование стороны областного бюджета и федерального бюджета, это направление, которым занимается именно правительство Рязанской области. С другой стороны, мы понимали, выходя на выборы и встречаясь с людьми, какие приоритетные задачи ставит перед нами население. Поэтому сделать так, чтобы бюджет был в русле тех экономических тенденций и тех задач, которые ставит перед нами правительство Российской Федерации Рязанской области, и при этом учет тех пожеланий и запросов, которые ставит перед нами общество, вот я думаю, что вот эта золотая середина – это то, чем отличается бюджет 2015 года. Поэтому при всей сложности он достаточно оптимистичен с точки зрения развития, с точки зрения дальнейшей работы по наращиванию собственных потенциалов. Самый главный, все социальные обязательства сохраняются. Это да, все социальные обязательства. Более того, социальная направленность бюджета, если мы возьмем ее с пропорциональной точки зрения, то на несколько процентов увеличиваются расходы по сравнению с прошлым годом. Именно на социальный характер бюджета и на социальную сферу. Конечно, это очень отрадно, и жители города Рязани в этом случае волноваться не должны. То, что касается тех, скажем, задач, которые стоят перед нашей экономикой, то, безусловно, как я уже сказал, это стимулирование внутреннего развития экономики – это первое. И второе – это выход на профицитный бюджет. Потому что мы бюджет принимаем на 2015 год, но у нас он, по сути дела, является краткосрочным, а именно мы еще берем внимание в годы 2016-2017. Так, по прогнозам, в эти годы доходная часть бюджета должна уже немного, но превысить расходную часть. Вы знаете, вообще, мне кажется, философия в каждой семье, в каждом доме, она следующая. Если есть средства, то, соответственно, их можно тратить. Если нет средств, то, значит, жить в долг и, значит, его наращивать – это, наверное, не совсем правильно. Поэтому, безусловно, правительство Рязанской области работает над тем, и доводя свои лимиты, и доводя лимиты уже непосредственно до муниципальных образований, согласованно с Министерством финансов Российской Федерации, именно посмотреть, насколько вот возможно, например, от чего-то отказаться, и от чего отказываться ни в коем случае нельзя. Поэтому отказ от тех, например, статей расходов, когда мы видим ряд программ, значит, на уровне города, да, скажем, которые можно, значит, где-то их отложить, где-то, может быть, сократить расходы, и должна очень четко и эффективная быть оценка каждой из программ, потому что вот тратить просто, давайте потратим на одно, на второе, на третье, так подходить, на мой взгляд, нельзя. Значит, я рад тому, что в процессе публичных слушаний с администрацией города, значит, были даны администрации города определенные поручения, и мы назначаем в ближайшее время совместную межведомственную комиссию, куда войдут и депутаты Рязанской городской думы, и администрация города Рязани, с тем, чтобы очень тщательно подходить к формированию дальнейшему бюджета, потому что основа его на сегодняшний день принята и сформирована, но, естественно, будут уточнения в бюджете, и чтобы эти уточнения, они, безусловно, были направлены на то, чтобы, если при возможности такая возможность появилась бы, то тогда, безусловно, расходы на социально значимые мероприятия, они бы возросли, и депутаты с этим все согласились. Я считаю, что это правильно, и мы в большей степени будем участвовать, как депутатский корпус, в выработке тех уже решений, тех проектов решений, которые ложатся на стол депутатам при принятии на комитетах и на заседаниях Рязанской городской думы. Я считаю, что мы должны работать очень тесно, совместно, нам в этой ситуации непростой, нечего делить, и мы должны именно совместными усилиями посмотреть, оценить качество предлагаемых программ, ряда программ, которые есть у нас, посмотреть, те статьи расходов, которые могут быть одни уменьшены, вторые увеличены. И опять же, самое главное, это жители нашего города. Вот это основной тот посыл, который при обсуждении был выработан, и сегодня было принято решение о принятии бюджета на 2015 и, соответственно, на 2016-2017 годы. Благодарю вас, Андрей Анатольевич, глава муниципального образования город Рязань, председатель Рязанской городской думы Андрей Кашаев. Подробно о бюджете города на следующий год. Это была программа подробностей. До встречи на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова